МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. В студии Татьяна Трофимова. Смотрите сегодня. Смертельно опасно. За 4 минувших дня в Чувашии еще трое детей выпали из окон. В интересном положении. После капитального ремонта открылась женская консультация городского клинического центра. В ЗОШ идут одни старики. В Центре соцобслуживания населения Чебоксар стартовал новый проект. Врачи и сотрудники правоохранительных органов бьют тревогу. В этом году из окон выпали 25 детей. Только за эту неделю произошло 3 новых случая. Во всех трех малыши в возрасте от года до 2 лет. Во всех трех случаях родители находились дома в других комнатах. При этом дети оказались вне поля их зрения на короткий промежуток времени. Анализ фактов получения травм детьми в результате падения из окон многоквартирных жилых домов показывает, что малолетние самостоятельно забирались на подоконники, пользуясь стоящими рядом различными предметами мебеля. Затем дети выпадали из окон, где отсутствовали специальные блокирующие устройства, но имелись противомоскитные приспособления, которые лишь создают иллюзию закрытого окна. Врачи Республиканской детской больницы приводят печальную статистику. В 2015 году к ним поступило 14 детей, выпавших из окон, а за поллета этого года уже 25. И это при том, что и медики, и сотрудники правоохранительных органов, и средства массовой информации не устают повторять. О безопасности детей необходимо заботиться постоянно. Не надо быть большим специалистом, чтобы понять, что падение с высоты даже любой маленького ребенка наносит чрезвычайно серьезные травмы. В первую очередь повреждается, к сожалению, голова ребенка, головной мозг. Эти дети все имеют тяжелые черепно-мозговые травмы. Повреждаются внутренние органы. Как правило, это ушибы легких сердца, ушибы органов брюшной полости и переломы конечностей. То есть фактически травмируется весь организм. Спасать таких детей чрезвычайно тяжело. По мнению Анатолия Павлова, основная причина трагедии – родительская беспечность. Есть как минимум два способа предотвратить трагедию – установить специальные оконные блокираторы и не оставлять детей без присмотра. Обращаясь к родителям, хотелось бы сказать – берегите своих детей, потому что погибают совершенно здоровые, красивые дети от вашей беспечности. После совещания, отвечая на вопросы журналистов, заместитель председателя правления ПАУ «Газпром» Валерий Голубев подчеркнул, продолжение газификации – одна из главных социальных задач, стоящих перед компанией. В Чувашии все проекты, включая газификацию «Заболжье», будут выполнены. У нас с главой республики, имея в виду программу газификации, где в 2016-2020 год подписана такая программа. Она имеет весь перечень конкретных строек, конкретных адресов. Она имеет распределение наших финансовых потоков, которые мы предполагаем каждый год выделять. В этом году мы порядка 320 миллионов «Газпром» направим на программу газификации. Должен сказать, что совсем недавно Алексей Борисович Миллер, наш руководитель, провозил совещание по параметрам, по сценарным условиям нашего финансового плана на 2019 год, как мы будем дальше жить. И там было сказано однозначно, мы можем от каких-то проектов отказаться, но все, что было подписано в рамках наших соглашений с регионами по продолжению газификации, эти программы будут финансироваться, выполняться абсолютно на 100%. Каким выдалось первое полугодие 2018 года для старейшего города Чуваши «АллатРа»? Накануне муниципалитет представил главе республики итоги социально-экономического развития. Тему продолжит Рифат Фаткулин. Все, да? Нет, давай еще раз. Ну, давай. «АллатРа» для старейшего города Чуваши «АллатРа». Каким выдалось первое полугодие 2018 года для старейшего города Чуваши «АллатРа»? Каким выдалось первое полугодие 2018 года для старейшего города Чуваши «АллатРа»? Накануне муниципалитет представил главе республики итоги социально-экономического развития. Тему продолжит Рифат Фаткулин. Подготовка к отопительному сезону в самом разгаре. Теплоснабжающие компании «АллатРа» проверяют давление теплопроводов. Котельные тестируют оборудование. Всего подготовлены 9 из 16 котельных. Все работы идут по графику. Никаких срывов и отставаний. Блочно-модульная котельная номер 16 в микрорайоне Западной готова на все 100%. Она построена за счет инвестиций в город, в бюджет нашего города. 23 миллиона с федерального бюджета и 25 миллионов с республиканского бюджета. Это очень для нас приятно. И не только эта одна котельная. И много остальных построено с участием республики. Тем самым мы, в общем, не в плохой ситуации по сравнению с другими муниципальными образованиями, где у нас блочно-модульных котельных больше всего. Горячая вода есть? Есть, конечно, Николай Васильевич. Современная котельная была введена 6 лет назад. Она отапливает 26 многоквартирных жилых домов, школу и детский сад. Сегодня она самая мощная в городе. Улица Ленина – одна из главных объектов дорожного ремонта в этом сезоне. Протяженность автодороги – 460 метров. Работы ведутся в рамках муниципальной программы развития транспортной системы. Выделено почти 6 миллионов рублей. Помимо асфальта, дорожники обустроят и тротуары. Их выложат брусчаткой. Подрядчик докладывает, работы будут завершены к началу августа. Здесь дороги до этого вообще не было. То есть сделали ямочный ремонт, постелили верхний слой асфальта бетона, заменили бордюрные камни. Сейчас сами можете увидеть, в каком состоянии стала дорога. То есть жители рады. После рейда на совещание. В 2018 году в городе появились новые рабочие места. Удалось заметно снизить задолженность по аренде муниципального имущества и земли. А главное – увеличилась средняя зарплата. Она достигла 22 700 рублей. Увеличение заработной платы положительно отразилось не только на улучшении предстояния наших граждан, но и предстояния бюджета года. Выполнение майских указов президента Российской Федерации в 2019 году и увеличение минимального размера оплаты труда способствует уступлению данного метода на воду более 38 миллионов рублей. Рост на 2%. Однако есть и болевые точки. Отмечается снижение оборота общественного питания и объема строительных работ. Алатрцев волнует и тема повышения пенсионного возраста. По статистике, больше половины людей, выходя на пенсию, продолжают работать. Есть силы, желания и опыт, который востребован. Чем больше трудоспособного населения, тем больше взносов в пенсионный фонд. Обеспечить такой рост пенсии, который опережал бы инфляцию – вот цель предлагаемых изменений. Вот 60 лет мужчинам скажут, вы еще не пенсионер, так что еще 5 лет будете работать. Это же здорово. Сейчас в отдельных случаях работодатели говорят, вы когда-то выходите на пенсию, мы будем вас увольнять. А пенсионер, как пишут, пенсионер поставить, не хочет увольняться. Так, в жизни. А то дается возможность. Пожалуйста, давайте работайте, занимайтесь экономикой, активным долголетием и никаких вопросов. Завершая двухчасовую встречу, Михаил Игнатьев отметил, у «АллатРа» большой потенциал, который нужно использовать еще эффективнее. Рифат Фадкулин, Борис Андреев, Республика. Сегодня в Чебоксарах после ремонта открылась женская консультация городского клинического центра. С врачами и пациентами встретился глава Чувашии Михаил Игнатьев и наша съемочная группа. Анастасия Домникова живет в юго-западном районе Чебоксар и на учет по беременности встала в женскую консультацию городского клинического центра. Раньше здесь нравились специалисты, теперь еще и обстановка. Сейчас все стало еще и очень современно красиво, что немаловажно, особенно для тех, кто находится в таком же положении, как и я. Елена Пушкина ждет уже третьего ребенка. Наблюдаюсь уже в третий раз. Уже третья беременность проходит у меня здесь. Раньше были все равно обшарпанные коридоры, все в темных тонах. А сейчас заходишь и уже обстановка сама по себе доверительная. Ты уже заходишь к врачу и не боишься, страха никакого нет. Функциональная и ультразвуковая диагностика, дневной стационар, кабинет психолога. Теперь здесь есть все, что требуется по современным стандартам. Сегодня у нас проходит занятие в рамках школы беременности. Мы проводим просмотр видеоматериалов на тему грудного оскармливания. Слова про дальности выбора жареного. То, что идете на ответственный шаг, шаг для получения темографических показателей, так скажем. Если стране не будет защитников отец, я говорю, кто будет защищать нас соответственно? Мы, наверное, с ней было. Мы молодцы. Из того, что выходит за рамки медицинских стандартов, возможность проконсультироваться с юристом. Чаще всего девушки обращаются по вопросам назначения социальных выплаток, предусмотренных беременным и также после рождения. Ребенка, вот девушка, сегодня обратилась по поводу, у нас 1 января 2018 год, нововведение, новая социальная выплата, связанная с рождением первенца в 2018 году. То есть у нее вопросы. Ремонт в женской консультации городского клинического центра сделали впервые с момента ее открытия. Из республиканского бюджета на него выделили 11,5 миллионов рублей. Женщина несет по жизни такую миссию, ответственную миссию. Вот они рожают детей, это огромная ответственность. То, что они обслуживались раньше в других условиях, они почувствовали сегодня уже комфорт, все удовлетворены, с удовольствием сюда ходят, проводят разные профилактические мероприятия. Это очень важно. Ольга Пырочкина, Игорь Зверев, Республика. Два чебоксарских детских сада получили гранты Министерства образования и науки России. 206-й детский сад представил на конкурс проект семейной гостиной, а 11-й – творческую студию. Конкурсная комиссия высоко оценила представленные заявки. Каждый садик получит на реализацию проектов по 1 миллиону 128 тысяч рублей. Дружно, не грузно. У семьи Мураковых из Вурнарского района и коровы, и домашняя птица, и большой огород. С большим хозяйством они справляются на удивление легко. Как им это удается, узнаем из сюжета. Для сбора ягод сейчас самое время. Девочки Маша, Катя и Кристина такое ведерко наполняют меньше, чем за полчаса. Помогать по хозяйству – дело привычное. Летом в деревне у нас хорошо, мне очень нравится. Летом мы собираем ягоды, сено ворошим, рулоны толкаем. Кристина в семье Мураковых живет 4 года. Тетя Лена и дядя Вова, так она называет своих приемных родителей, привили ей любовь не только к труду, но и к танцам, и к кулинарии. А приемный сын Паша любит чинить технику. Этим они занимаются вместе с папой. Я закончил 11-й класс и собираюсь поступать в Чувашский машиностроительный техникум на факультет механика. Эта профессия мне нравится тем, что я уже привык копаться в двигателях, на тракторах, на технике. Поэтому мне нравится. Два приемных, три родных. У Мураковых настоящая семья. О большой семье я мечтала с детства. У Володи тоже, они только вдвоем росли. С братом прошли специальную школу. Потом пошли мы в детдом. В начале очень трудно было и им, и нам. Сейчас привыкли. Сейчас Мураковы живут и работают в шестером. Старший сын Александр ушел в армию. Три года назад Мураковы получили грант по программе «Начинающий фермер» и начали развивать свое хозяйство. Коровы, гуси, куры. Поголовье с каждым годом растет. Поголовье повышаем по бизнес-плану. Пока не остаем, как положено. Технику купили дополнительно. Вот сейчас эта техника есть, нормально. Работает легче, чем раньше работали на мотоблоке. С утра до вечера в 4 встаем, в 11 ложимся. Без обеда. Но обед больше не отдыхаем. Пока 5 часов сна и работаем. С таким графиком семья находит время и для творчества. У Мураковых есть собственный ансамбль «Семь звезд». Мы участвуем в разных конкурсах. Танцевальных, вокальных, юмористических. Занимаем места. Выступаем как на городской сцене, так и в районах. Поют, танцуют и работают. И все делают вместе. Это главный секрет крепкой семьи, считают Мураковы. Татьяна Леонтьева, Анастасия Лангина, Игорь Зверев, «Республика». Возраст спорту не помеха. А совсем даже наоборот. В солидном возрасте, когда не нужно ходить каждый день на работу, да и внуки подросли, самое время заняться своим здоровьем и тем, на что раньше не хватало времени. Секретами счастливого долголетия охотно делятся в комплексном центре социального обслуживания населения города Чебоксары. Здесь точно знают, как увеличить продолжительность жизни. Главное определиться, к чему душа лежит. А в центре социального обслуживания уже могут предложить различные варианты проведения досуга. Для любителей активного образа жизни стартовал новый проект «Здоровый образ жизни. Путь к долголетию». Это и утренняя зарядка, и гимнастика, и скандинавская ходьба. Я стремлюсь к совершенству. Здесь меня научили правильно дышать, правильно выполнять движения, зарядку делать. Видите, я выхожу отсюда, как сауны. И такое большое удовольствие получаю от всего этого, что вот именно мой организм начал работать. Занятия физкультурой необходимо поддерживать правильным питанием. Об этом здесь тоже позаботились. Когда ведем здоровый образ жизни, ведут пожилые инвалиды здоровый образ жизни, наверное, это самый эффективный метод сохранить здоровье. Любителям рукоделия добро пожаловать в творческую мастерскую. Здесь кто-то вяжет, кто-то рисует, кто-то делает украшения. Чем бы ни занимался человек, лишь бы был счастлив. Гормоны радости тоже продлевают жизнь. Таким стал этот четверг. Я прощаюсь с вами. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова